Услышали апостолы и братья, бывшие людей, что язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, В городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилась ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, присомыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, Встань, Петр, заколи и ешь. Я же сказал, нет, Господи, ничего скверного и нечистого никогда не входило в уста мои. И отвечал мне голос вторично с неба, Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды. И опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был посланный из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своего ангела святого, который встал и сказал ему, Пошли в Иопию людей, Пошли в Иопию людей, призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда же, начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприане и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еленам, благовествуя Господа и Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух осем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный духа святаго и веры. И приложилось довольна народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них по имени Агав Став предвоздастил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособия братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.